книга открытым оком том 30 вопрос 4094 вы часто повторяете и пишите что ныне не то православие а новая религия не имеющая почти никакого обоснования на страницах библии кто еще так понимает отвечает игнатий тихонович лапкин только случайно узнаешь а в действительности знает только бог нужно быть совершенно безразличным к своей душе чтобы не видеть что в храмах явлена чудовищная подмена цитата похоже верхушка мирового же дома сонства пришла к выводу что настоящее время русская православная церковь больше не представляет для него серьезной опасности духоносные пастыри почти все истреблены а современные архиереи чуть ли не в большинстве своем евреи маскирующиеся под русскими фамилиями святые отцы жившие в прошлые века и в наше время со скорбью и болью предсказывали каким опасным и страшным будет то время в которое мы живем они говорили о сильном отступлении от святоотеческих преданий архиереев и большинства священников нашего времени о том что они утратят духовное разумение и взамен его будут учить народа листивой ложивой не духовной но мирской мудрости и о том что они архиереи многие священники примут антихриста так они предсказывали что будет незначительное число искренне верующих ревностных православных священников и мирян которые будут искать истина духовного разумения и стремиться к спасению души за их ревность и преданность господь даст им настоящее духовное видение и они поймут какая ложь и фальшь творятся в жизни современной православной церкви они не будут принимать эту ложь а станут противостоять ей и обличать ее за это их будут гнать презирать называть фанатиками сумасшедшими сектантами связи с этим еще раз хочется поговорить об очень важных глобальных вопросах нашего времени которые определяют жизнь и смерть каждого человека совершенно очевидно что мы живем в последние времена но к сожалению несмотря на этот факт многие православные находятся в расслабленном несерьезном состоянии они нерадиво относятся к своему спасению не заботясь о душе своей то есть в состоянии усыпления из-за своей гордости из-за своего самолюбия из-за своего черевого горя и так далее и не хотят задуматься о том что время наступило очень серьезное очень страшно хотелось чтобы мы еще раз более глубоко задумались о своем спасении когда я был мальчиком и юношей многие старцы о нашем времени говорили примерно такие слова что скоро придет такое время когда в россии будут открывать монастыри и церкви будут золотиться купола но все это на короткое время и не в радость так будет предсказывали старцы потому что господь дает это время для покаяния а покаяния почти не будет а будет только строительство внешние стен церквей монастырей а покаяние будет незначительно так говорили преподобные кукша амфилохий почаевский серафим вылицкий лаврентий черниговский старец архимендрит прохор схиеромонах и ранил и многие другие старцы и старцы в то время эти слова было страшно слышать тогда закрывали две церкви арестовывали священников сажали в тюрьму за веру но поскольку эти слова о будущем россии говорили такие великие старцы то было несомненно что так она и будет старцы указывая на молодых людей такого возраста примерно как я и немножко постарше говорили вы доживете до антихриста до печати антихриста и будут страшные времена очень страшные времена но надо крепиться и не бояться молиться просить у господа укрепления ибо господь своих не оставит вот примерно такие я слышал слова от старцев хотя конечно дословно не помню все да начали строить церкви монастыри в 80-е годы перестройка так называемая помню как радовались верующие с радостью говорили мне батюшка вот какое время пришло какое замечательное свобода наступили начали строить монастыри и церкви но я слушал это с грустью и бурью потому что вспоминал о том о чем вам сейчас рассказал о чем говорили старцы некоторым правда все-таки говорил об этом то есть что на самом деле это не радостно и во все это очень на короткое время и каяться люди не будут почему некоторым потому что большинству не было смысла что-то объяснять все этим временем прелестились и были очень возрадованы и даже те которым я все-таки говорил даже идти отвечали на что вы батюшка что вы такое говорите ведь свобода будет и будет прекрасное время наконец-то одно наступило но вот прошло более 10 лет и искренне верующие люди уже заметили что действительно не в радость все это действительно только внешние стены сооружаются и золотятся купола а жизнь в монастырях совершенно мирская это мягко говоря вспоминаются слова святых отцов которые говорили о нашем времени что будут воздвигаться монастыри но в них будет совершенно мирская жизнь а в миру будет как в аду сейчас уже в полную силу развили события которые разделили православных людей на две части хотя это разделение началось уже давно еще в конце 17 18 веках первый удар по русскому православию был нанесен масонами при помощи царя петра первого до него все благочестивые русские великие князья и цари успешно отражали попытки жидомасонов изнутри разложить и уничтожить русское православие при помощи духоносных святых людей своего времени они во время распознавали тайны и коварные действия масонов и наносили им сокрушительные удары царь петр с юношеских лет отправлен отравленной дружбой с масонами купленный ими сам принявший посвящение в масонскую ложу стал орудием в их руках и способствовал сильному ослаблению разорению и обмерщению русского православия именно он упразднил патриаршество на руси восстановленная лишь в 1918 году к концу 19 века в россии уже сформировалась обновленчество как коварная вдохновленная масонами течение внутри русской православной церкви тайной целью которого является уничтожение истинного православия в россии а в 20 веке после революции 1917 года во времена святейшего патриарха тихона обновленчество набрало уже значительную силу помните большинство архиереев и священников предали патриарха тихона и перешли на сторону большевиков коммунистов и даже митрополиты в тайных беседах с большевиками добивались того чтобы святейший патриарх был расстрелян поскольку он мешал им создавать новое обновленческое в кавычках православие с тех пор прошло почти 80 лет внешне все выглядит замечательно жизнь идет жизнь продолжается и церковь существует совершаются богослужения рукополагаются священники и так далее все замечательно внешне выглядит и для человека не имеющего духовного опыта время действительно кажется прекрасным не существует якобы коммунистов которые гнали церковь наступило время новое давшая свободу церкви пожалуйста строите воздвигайте храмы монастыри но что происходит внутри церкви в проповедях ни слова об антихристе вообще как будто его не существует ни слова у большинства современных священников об антихристе в проповедях нет об опасности печати антихриста нет обновленческое православие со времен патриарха тихона таким образом набрало еще большую силу фактически охватила всю церковь очень маленький процент тех православных священников которые каким чудом почему чудом потому что враги православия уничтожали истины духовных людей их почти не осталось сохранили верность православию вот на таких единичках воспитался небольшой процент искренне духовных православных прихожан которые видят всю ложь всю фальшь этой обновленческой обновленческой в кавычках церкви и как только могут рассказывать людям истину об этой фальши об этой лжи о том что обновленческая церковь все набирает силу а истина все прижимается антихрист будет воспринят новой церковью и ее приверженцами потому что для этого она и создана для этого и существует будут в последние годы гнать всех заставлять даже насильно в церковь ходить так старцы говорили но поскольку в этой новой обмерщенной церкви не будет покаяния то все ее обольщение приверженцы примут антихриста все ее обольщенные приверженцы примут антихриста для чего же нужном основном чтобы русские люди стали ходить в церковь для того чтобы понять это обратимся снова к годам так называемой перестройки и попытаемся осмыслить что же тогда произошло как случилось то что казалось совершенно невероятным что вначале трудно было поверить а именно вдруг неожиданно для всех после 70-летнего давления на православную русскую церковь со стороны советской власти с ее яростным оголтелым атеизмом новая так называемая демократическая а по сути тоже жидомасонская власть в россии резко изменила свое отношение к православию так называемые в кавычках демократы якобы поняли что коммунисты вели себя неправильно что они сильно ошибались всячески преследуя православную церковь назвав себя новым именем демократы и свалив на коммунистов всю ответственность за гонение на церковь эти же самые жидомасоны притворили что они отличаются от своих предшественников своим отношением к церкви и провозгласили что русская православная церковь надо дать свободу что надо возрождать православие в россии и вот началось так называемая перестройка начали начались строительство и реставрация церквей и монастырей по всей россии что же на самом деле произошло во первых господь по своему великому милосердию перед старым своим пришествием на землю и перед своим страшным судом дал возможность людям не до конца убившим душу и утратившим совесть войти в православную жизнь устремиться ко спасению и спасти свои души то есть иначе говоря это случилось по промыслу божию по его святой воле вопреки жидомасонской злобе устремленной на православную русскую церковь ради спасения остатка верующих людей произошло невероятное для человеческого ума событие возрождение православия в россии и конечно за это благодарение господу богу благодетелю нашему во вторых посмотрев на это важное событие происшедшее в россии с другой стороны невольно задумаешься почему же домасонская власть столько веков ненавидящая православие проливающая проливавшая кровь православных в россии вдруг так резко изменила свое отношение крестовой церкви неужели исконные ненавистники враги православа вдруг поняли свою злобную сущность раскаялись в злобе и стали совсем другими православными конечно так думать наивно и глупо нет они не задумались и не перевернули свою сатанинскую масонскую сущность просто они получили новое указание от верхушки масонского правительства которое гнездится в израиле и сша изменить свою тактику и вести себя иначе чем до перестройки а именно притворяться что их отношения к православию изменилась зачем же опять таки спросим мы новому масонскому правительству в россии нужно по замыслам мирового масонства разыгрывать этот спектакль о своем сочувственном отношении православию к русской православной церкви ведь после страшной революции 1917 года враги православной церкви беспощадно истребляли православных архиереев священников монахов и простых мирян преданных православию в том числе женщины и детей их предавали страшным жестоким мучением раз тренировали закапывали живьем свозили вход с лагеря бросали в тюрьмы и все это делалось с целью истребить православие до основания стереть его с лица земли чтобы последующие поколения русских людей забыли бы вовсе иисуса христа и так бы и случилось но промыслом божиим осуществление этих сатанинских планов помешала великая отечественная война 1941 года во время которое русский народ немного очнулся в сердцах многих людей пробудилась вера в господа нашего иисуса христа и выявлено много случаев чудесной помощи господа и божьей матери русскому народу в борьбе с фашизмом уже во время войны а также после нее в россии вновь начали открываться сохранившиеся от разрушения советскими безбожниками церкви и монастыри хотя конечно лишь незначительно их часть и благодаря этому сердцах русских людей после войны стала умножаться вера бога видя это масоны скрипели зубами все это им страшно не нравилось и поэтому уже вскоре после войны по всей россии усилилась атеистическое давление на православную церковь искренне верующих снова арестовали и лишали свободы как антисоветчиков или что еще хуже мучили их страшными уколами и издевательствами псих больницах и этим страшным жестоким атеистическим давлением не были удовлетворены враги православия ненавидя господа нашего иисуса христа ненавидя православную церковь они очень хотели дотла истребить православие в россии и на украине поэтому в 1961 году было развязано новое ожесточенное гонение на православную церковь снова закрывали церкви и монастыри открытые сразу после отечественной войны арестовывали священников монахов и всех ревностных мирян называя их антисоветчиками и врагами советской власти во всех сми лилась страшная злобная клевета на церковь божия советское безбожие советское безбожное правительство открыто заявила что вскоре в россии на украине не будет ни одной церкви ни одного попа и с религией будет покончено мы покажем последнего попа по телевизору обещал никита сергеевич хрущев своей безумной ненависти к православию уничтожить и остатки просветленных и преданных православию людей к этому стремились гонения продолжались и в последующие годы так 70-м году из всех городских церквей убрали самых духовно просветленных ревностных священников начале 80-х годов вновь последовало распоряжение архиереем убрать из городов небольшой остаток единички еще каким-то образом сохранившийся в городах наиболее духовных ревностны до конца преданных православию иереев подобные жидовские чистки проходили и в монастырях всех самых ревностных священников изгоняли в глухие деревни а то и совсем не давали возможности служить увольняя за штаб что же можно сказать и о наиболее ревностных мирянах которые также изгоняли из церквей клеветали на них отправляли в психушки и так продолжалось до самой перестройки и вдруг исконные враги ненавидящие православия в кавычках поняли свои ошибки переменили свою злобную сущность так сказать перелицевались то есть изменили свое прежнее отношение к православной русской церкви что же случилось возьмем к примеру наиболее яркого актера начала перестройки горбачева получив от верхушки масонского правительства задания сменить тактику а именно играть роль правителя любящего россию и доброжелательно относящегося к церкви он таким путем добивался еще большего успеха завоевав доверие к себе русского народа а в своем лице и к новому масонскому правительству изменение тактики нового масонского правительства демократов в отношении к православной церкви также говорит о том что верхушка мирового жидомасонства пришла к выводу что в настоящее время русская православная церковь больше не представляет для него опасности духоносные пастыри почти не были истреблены в тюрьмах и психушках опросите духоносные пастыри почти все были истреблены в тюрьмах и в психушках а единички оставшихся ревностных священников были изгнаны из церкви взамен их были воспитаны новые священники материалисты которые уже не имеют духовной силы и не могут быть столпами православия какими были прежние священники большинство из них более любят и деньги богатства чем свою церковь современные архиереи в большинстве своем евреи маскирующиеся под русскими фамилиями меньшая же их часть украинцы а также совсем немного русских целиком подчинилась большинству архиереем которые рукополагаются и синический сан или евреев или таких же своих наставленников нееврейской национальности которые совершенно не готовы быть истинными православными пастырями сразу вспоминаются слова преподобного серафима саровского вернее не слова а явление ему господа когда он молился о последних архиереях кавычки открываются мне убогому серафиму господь открыл что на земле русская будут великие бедствия православная вера будет попрана архиереи церкви божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия и за это господь тяжко накажет их я убогий серафим три дня и три ночи молил у господа чтобы он лучше меня лишил царствия небесного а их помиловал но господь ответил не помилую их ибо они учат учением человеческим и языком чтут меня а сердце их далеко отстоит от меня вот эти слова господа самому преподобному серафиму дают в наше время ориентир чтобы лучше понять что происходит что происходит с нашими современными архиереями определенная часть которых является непосредственно масонами есть масоны и среди нашего современного священства большинство современных архиереев очень активно на протяжении многих десятилетий участвовали в коммуническом движении когда говоришь слово архиерей следующем за ним сразу всплывает определение экуменист настолько в сознании и искренне верующих людей эти понятия слились что же такое экуменизм создание новой всемирной религии вот какая конечная цель же домосонства в религиозной деятельности экуменизм это и есть то масонское средство с помощью которого осуществляется эта цель на протяжении десятков лет новые обновленческие архиереи священники грешат страшными грехами вопреки учения святых отцов которые учат что истина и спасение только в православии они впадают в ересь утверждая что спасение не только в православии но и в католицизме и в протестантизме и в других даже не христианских религиях но мы не будем подробно останавливать свое внимание на характеристики экуменизма поскольку его коварная сущность раскрыта уже подробно и основательно в работах целого ряда православных авторов в частности в книгах отца серафима роуза тем более что в наше время многие обновленческие архиереи священники стали в кавычках осуждать экуменизм и учить что истина только в православии вот этих то скрытых врагов православия очень тяжело распознать очень нелегко понять увидеть какой сильный ущерб наносят они всему наиболее духовному в православной церкви и им народ доверяет прельщается ими не подозревая что эти священники обновленцы постепенно втягивают их в новое листивое мирское православие искажающие строгие правила святых отцов а тем самым облегчает новообращенным верующим воспринять то в кавычках официальное искаженное православие о котором святые отцы с такой болью пишут в своих трудах то есть религию антихриста поэтому мировое масонство и решила что результат их жестокой борьбы с русской православной церковью уже на лицо и теперь она не представляет для них той страшной силой какой была она до и какое-то время после революции то есть православная церковь в россии доведена ими до нужного и мирского материалистического состояния создалось состряпалась придумалось новая политическая совершенно не духовная философская по сути ожидавленная в кавычках православия иначе говоря церковь схвачена изнутри поэтому бояться ее не приходится а раз так то зачем ломать взрывать церкви устраивать гонения на новых обработанных утративших духовных пастырь и прихожан больше не надо жиды думают пусть гои строят свои церкви пусть они тратят на это силы и средства они нам не страшны ибо нет среди них таких сильных грозных для нас противников какие были прежде мы ликвидировали всех их наставников и и взамен их воспитали новых священников какие нужны нам пришло время когда на опустошенном русском православии мы построим новое православие какое нужно нам и теперь совершенно не верующие в бога люди не нужны масонскому правительству атеизм теперь уже не выгоден почему потому что масоны во всем мире ожидают скорого воцарения антихриста которого они воспримут как всемирного царя и мессии а люди которые ни во что и ни в кого не верят не воспримут и антихриста поэтому цель масонов последовательно и планомерная состоит в том чтобы все стали верующими но в кого в ложе мессию в антихриста чтобы все приняли его печать и поклонились бы ему как всемирному царю и богу вот поэтому современное жидомасонство притворилось что она в кавычках пересмотрела неправильное грубое отношение своих предшественников коммунистов и исправляя якобы их грубую ошибку не только разрешила открывать и восстанавливать церкви и монастыри но и сама стала всячески содействовать этому выделяя для этих целей немалые средства таким коварным и образом враги православия достигают еще больших успехов в борьбе с верой во христа подчеркиваю не церковью внешней а с истинно спасительной верой во христа в его второе пришествие на землю и в страшный суд божий поэтому масоны и решили пусть гои строят свои церкви и монастыри восстанавливают внешние стены тем самым мы достигнем большего успеха в борьбе с православием мы направим умы и сердца народа в нужное для нас русло создадим нужную нам церковь и это новая церковь поможет подготовить народ к восприятию нашего мессии то есть антихриста особенно больших успехов хитром деле обольщения вновь обращены в православную веру русских людей достигли в кавычках выдающиеся священники наиболее известны и прославленные так называемые суперзвезды новой псевдо духовной церкви развернувшие свою деятельность в крупных городах опустошенные советской атеистической обработкой русские люди недавно пришедшие к вере прощаются этими деятельными суперзвезды и потому что они блестят высшим духовным образованием ораторскими способностями кипучей социальной деятельностью привлекающие современных не понимающих истинной духовности людей многим из них для еще большего авторитета были присвоены богословские степени и если вновь обращенные православные еще как-то распознают ярых врагов православия различных баптистов католиков и иеговистов и тому подобное то этих очень хитро замаскировавшихся внутренних врагов истинного православия они распознать не могут кстати для того чтобы никто не понял их коварства они часто и напористо указывают на внешних врагов православной церкви сектантов громогласно обличая их доверие к себе народа они зарабатывают внешне активной деятельностью восстановлением церквей открытием воскресной школы православных гимназий проведением выставок созданием православных братств и сестричеств различных в кавычках православных движений молодежных монархических и тому подобное это внешняя деятельность приукрашенная приукрашенная озолочением куполов колокольным звоном и богатым убранством церквей сильно пролещает людей не опытные в духовной жизни они не понимают что главное в православии это не внешнее строительство не организация различных движений а глубокое покаяние и молитва про это им не говорят не видят они и главные цели и в кавычках выдающихся священников подготовку народа к восприятию антихриста как всемирного царя и миссии а таких тонких исполнителях замыслов всемирного масонства сам господь иисус христос говорил своим ученикам что в последние времена ибо вас станут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы прельстить если возможно и избранных евангелие от матфея 24 глава с 11 по 24 стихи то есть прельстить не отпавших от православия а верующих во христа и православную церковь для этой цели уже в советское время но особенно активно в годы перестройки в русскую православную церковь были запущены в большом количестве особые ставленники масонов священники и евреи принявшие сам специально для тонкой осторожной обработки русских людей только начавших ходить в церковь и ничего не понимающих в православии пользуясь духовной безграмотностью людей эти масонские лже пастыри осторожно чтобы не спугнуть народ умело с альстивыми речами и улыбками воспитывали новых православных людей в их сердца постепенно незаметно вкрадывалась новая православия по своей сущности бездуховная мудроватая украшенная стивыми красноречивыми проповедями смягчающая и потакающая греховным привычкам телевизор смотреть можно а вместе с этим и церковная жизнь нарушается ломается в угоду человеческим слабости проводятся сильно сокращенные искаженные богослужения посты смягчаются до святого причастия допускаются люди без покаяния без должного приготовления крестят же людей вовсе не подготовленных даже и неверующих венчают также людей неверующих ради красивого обряда превращает таинство в развлечения отпевают кого угодно лишь бы заплатили даже людей не церковных женщину разрешают входить в церковь без платков в мини юбках в брюках и даже в шортах то есть по сути в трусах и и самое главное таинство которое очищает душу от грехов просвещает человека и примеряет его с богом таинство покаяния почти совершенно смято людей приучают к исповеди автоматической быстрой неподробной без чувства покаяния таким образом воспитываются новые поверхностные прославленные не знающие в чем корень духовной силы православной веры новая православная обновленческая церковь россии постепенно подготавливает своих прихожан к воспринятию антихриста его зловещей печати а также ее предшествующих этапов идентификационных номеров электронных пластиковых паспортов вместе с тем единицы оставшихся истинно духовных пастырей которые доносят людям правду православной вере о том что творится в мире внутри православная церкви об антихристе и его слугах а страшная антихристовой печати и изгоняются из церквей монастырей устраняются от церковной деятельности а какое множество менее известных пастырей было издана из городов и вообще отстранено от церковной деятельности святой ефрем сирин писал о нашем времени что ему было открыто господом он писал что из монастырей и городских церквей искренних ревностных по правде божией пастыри изгонят в отдаленные труднодоступные места а их место займут не пастыри уже а наемники то есть листивые обновленцы поэтому в городских церквях и монастырях будет иной дух мирской а чистота православия до последних дней сохранится только в этих отдаленных труднодоступных местах островках куда будут изгнаны ревностные пастырь в наше время эти слова святого ефрема сирина уже сбылись насколько коварные действия масонов свидетельствует то что для восстановления церквей и монастырей направляются зачастую наиболее способные русские священники но как только строительство закончено русского священника убирают отправляют отправляя его или в деревню или на другой в кавычках объект а на его место присылают своего священника еврея который должен направить жизнь церкви или монастыря в нужное русло таким образом как мы видим же домосонское правительство в россии добилась больших успехов в деле подготовки русского человека принятию антихриста и его печати притворившись что они изменили свое отношение православной церкви запустив у нее своих агентов масонов священнической одежде воспитал большинстве русских священников дух обновленчества так что они исполняют все их намеки изгнав из городов и отправив за штат всех ревностных пастырей масоны изнутри по сути разложили истинное православие исполняются пророческие слова святых отцов и старцев которые говорили что в последние времена церковь православная внутри сильно изменится и станет по сущности совершенно мирской предаст своего господа иисуса христа и примет антихриста о как это печально и страшно но даже такое духовно опустошенное новое мирское православие с новыми обработанными священниками все равно ненавистно жидомасону с первых дней правительство россии по указанию высших слоев масонства израиля сша очень сильно и напористо пустила вход средством массовой информации наводнили кинотеатры телепрограммы и видеорынки в открытую наглыми развратными фильмами газеты и журналы статьями и фотографиями порнографического содержания на русских людей хлынул поток книг и фильмах о бандитизме насилии магии колдовстве и чародействе вся эта продукция сильно разрушает души человеческие поскольку рекламирует и насаждает среди людей страшные смертные грехи как грибы после дождя умножились различные развлекательные разведения бары казино ночные клубы и публичные дома чтобы как можно больше людей особенно молодежи отвлечь от православия русскую молодежь за годы перестройки удалось привлечь свободой разврата наркомании азартными играми в том числе электронами и этим духовно убить ее на россию подобно стае злых бешеных псов были выпущены в огромном количестве сектанты разных направлений чтобы насаждать сектантство среди русских людей вся эта кучка мерзости и грязи была с большой силой брошена в русский народ чтобы отвлечь его внимание от восстановления церквей и монастырей от возрождения православия и вовлечь его в адскую пропасть смертные грехов чтобы русские люди не пошли бы даже в эту обновленческую церковь а увлекшись в магии колдостом сектантство или еще лучше откровенным сатанизмом непосредственно служили бы сатане удовлетворяя свои низменные страсти и похоти разработана и во многих школах внедряется программа по так называемому сексуальному воспитанию а на самом деле развращению детей на эту страшную убийственную работу по умерщвлению души русских людей мировое масонское правительство не жалеет тратить огромного количества долларов вот какая жестокая коварная война ведется жидомасонами с жалкими остатками православия в россии до вас он как мы уже отмечали сейчас не выгодно чтобы люди были неверующими атеистами потому что такие люди не примут антихриста поэтому они и не устраивают открытые жестокие гонения на православных христиан как это было вперед последовавший после революции 1917 года вплоть до перестройки в этот период они добивались чтобы и имя иисуса христа было забыто но православие для них настолько ненавистно что они стремятся заставить верить русских людей в кого угодно и во что угодно а по сути в бесов в секты но только чтобы они отвратились от православной веры а для этого нужно им убить и душу русского человека отравив ее а развратом и насилия а уж если кто не поддается такой страшной обработки кто стойко будет придерживаться православие тех следует по замыслам масонов обработать новой обновленческой обработать в новой обновленческой церкви придавая им новое масонское православие игумен антоний пророк исайя 3 глава 23 стих и будет вместо благовония зловония и вместо пояса будет веревка и вместо завитых волос плешь и вместо широкой и панчи узкое вретище вместо красоты клеймо послание к римлянам 1 глава 25 стих они заменили истину божию ложью и поклонялись и служили твари вместо творца который благословен во веки ами проводникам за честность честь хвала известны им тропинки повороты их славу хищники бессильно расклевать немало из таких попалов патриоты такой понятно не сидел на месте не заблудился при любой погоде его враги стараются улестить считая в замыслах своих пригодным гид в городе ведет экскурсовод музейный хлам по книжному распишет туристам праздным знания поднесет как правило в тепле на этажах под крышей но на духовном поприще знать путь не заблудить доверившихся скопом не завести невежд в анархию капут когда заблудшие за ним идут охотно из лже сусаниных силу водня легион с усальным золотом слепцов всех ослепили на крестный ход с иконами гапон ведет не к роднику а топит выли проводники предатели в чужой патриархии к сектанству лютому к чужим лже толкованием под ризами гигантом топорщица рахитик в небытие ли спас твой темный канет следы христа апостолов пометки в любом вопросе при любой эпохе блажен кого такой путеводитель встретил где без христа широкий путь к отметке плохо проводники ведите в жизнь на родники лишилась вас бескрайняя россия вели святые старцы писанию вопреки лжепастыри кровавые взбесились уверовавших всех творит проводниками христова благодать водитель дух святой со страхом божиим в писание вникайте курс на голгофу там вас ждет восток 15 ноября 2008 год игнатий лапкин флорс взбивший патриархи